если ты не танцуешь твои ноги пропадают зря неизвестный автор здравствуйте друзья сегодня мы познакомимся с вами с танцем creep walk его более распространенное название си волк это уличный стиль танца ориентированный на виртуозную работу стоп готовы попробовать так давайте начнем эта программа танцующий мир танец си волк появился в начале 70-х годов прошлого века в бедных районах лос-анджелеса представьте насколько это было удивительное зрелище для прохожих увидеть танцора который двигает только ногами подпрыгивая и поворачиваясь под музыкальный ритм на самом деле си волк это танец символически где у каждого элемента и жеста есть значение ребята из неблага неблагополучных семей получается они как бы ничем не занимались и придумали этот вид танца чтобы как-то себя занять далее получается этот станец он стал показывать их не имя они танцевали и как бы показывали кто они как их зовут и так мы выяснили что танцоры использовали ловкие движения стоп для изображения на земле своих имен или подачи знаков товарищем однако танец символизировал также принятие в группу нового участника все это под аккомпанемент рэперских речевок само собой такое действие не могло не заинтересовать представителей шоу-бизнеса си волк вышел в массы и молодежь принялась активно разучивать движение многие сегодня путают понятия крипок и clown walk потому что оба названия начинаются на букву си сокращенных называют всего однако есть существенные различия к примеру clown walk исполняется быстрее кроме того в clown walking в отличие от crepe walking движение не несут какого-то второстепенного смысла этот танец полностью адаптированы к хип-хоп культуре эти волк танцуют вот допустим под clown walk танцуют достаточно быструю музыку допустим как флорайда но в нынешнее время которые ну рэперы которые быстро читают под крипок танцуют достаточно медленные песни допустим под такого рэпера как тупак ощутить свободу в движениях начать импровизировать и получать удовольствие от происходящего реально уже через пару месяцев тренировок говорят эксперты кроме того танец развивает и укрепляет стопы приводит все тело в тонус и дает хорошую аэробную нагрузку словом изучение си волк не только приятно но и полезно обучиться этому танцу достаточно просто сам я обучался около трех месяцев и далее как бы просто совершенствовался основной расходный материал у танцоров си волк это безусловно обувь подошвы стираются быстро поэтому запаситесь несколькими парами кроссовок или кет в одежде исполнители традиционно дают предпочтение широким спортивным штанам или шортом чуть ниже колен а также футболком свободного кроя хотя сегодня внешний вид это дело вкуса поэтому нередко можно встретить танцоров одетых спортивно или в стиле кэжу здравствуйте друзья сегодня будем обучаться движением такого современного уличного танца си волк поможет нам в этом алимжан кокишев танцор который известен в творческих кругах своих как под псевдонимом и хэппи да то есть будь счастлив алимжан но я счастлива с тобой познакомиться и мне не терпится разучить несколько движений ну первая проблема учиться это обувь я пришла на каблуках я старалась и это ошибка то силок не исполняется дорогие дамы на обуви с высоким каблуков обязательно кроссовках или кедах тем не менее я постараюсь будет очень сложно то мы снимем оба где-то в процессе хорошо первое базовое движение это называется бей склоняется она так буква да и обратно и опять вида да следующее движение тоже базовое исполняется но так сначала выставляем выставляем так к точку одну в ногу на пятку другую на носочек поворачиваем много вот так так начали вот так поворачиваем ногу прыгиваем меняем но обратно поворачиваем ну чисто гипотетически ничего сложного только я понимаю что вся суть скорости попробуем сделать это быстро алимжан посмотри на тебя я так понимаю друзья что кроссовки да в этом расходный материал потому что я слышу прям как подошва трется об аспальт если заниматься этим видом танца то кроссовки быстро изнашиваются на обуви си волкеры не экономит продолжим следующее движение также базовое исполняться вот так о вот этим вот это технику можно объяснить получается ставим так же как и в предыдущем но закручиваем двигаем ногу переднюю ногу задней ногой мы как бы подталкиваем и так же можно делать в обратную сторону я вот вот этого вообще то есть особенно в левую сторону сложно достаточно двигаться давай еще раз в левую сторону да а что-то еще может быть чтобы вот менее скользящий чтобы я могла на месте исполнить следующее движение она не такое базу это как бы дополнение к базу у нас она так получается достаточно несложное упражнение просто ну я думаю что у меня в принципе получилось я как горцующий горцующий конь нет друзья ну что я могу сказать си волк это определенно виртуозное какое-то движение ногами в частности стопами и это отличная на мой взгляд кардио нагрузка то есть это полезно для здоровья поэтому обязательно найдите пару минут чтобы разучить несколько движений си волк на мой взгляд на мой взгляд Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...